всем привет ребят ну что у нас сегодня необычно для моего канала видос я бегал играл в call of duty ну вы наверно слышали щелкал мышкой одной то второй у меня их две есть и сегодня решил сделать такой обзор чеки а сегодня поиграл на 1 на 2 честно говоря и не насколько разница 1 для удобства для стримов хорошая но вторая конечно просто бомбическая для игр в общем у меня два девайса есть две мышки одна из них вот такая вот принципе красным сейчас покажу на сайте производителя лаги тача 330 и 2 такая вот которая светится переливается g903 то есть разница в них очень большая но конечно естественная разница в цене 1 там в районе я даже не знаю там на рубли перевести там где-то полторы вторая то когда я брал этой в районе 8 то есть разница кусается в цене но блин вот если я сейчас буду щелкать я не знаю мне там на максимум стоит микрофон этот вариант это бесшумная красная тут же все понятно тут по щелчкам слышно что это ну я надеюсь вам слышно вам всегда было слышно g903 в общем поехали на сайт производителя покажу мышки покажу вам разницу в действии в играх просто разница обычного девайса ну то есть обычная там которая берет мышку обычная в игре и g903 очень большая такс поехали вот первое обычная красненькая мышка есть в трех цветах то есть черной мне красные синий и красный по дизайну скажу довольно таки неплохо удобно для руки мышка самое основное зачем я ее брал она бесшумная то есть у нее даже таки написано давайте слушать тишину шумоподавление 90 процентов то есть такие мышки они очень хорошие хороши для стримов конечно же на таких мышках играть стрелялки такое себе для битвы замков хватает ну да стрелял как нет по параметрам поехали покажу сразу 91 грамм принципе нормальная средняя мышка размеры и это же 105 67 38 довольно таки компактные для любой руки батареи хватает вот обычные химии аккумулятора реально на вот ну смотря конечно как пользоваться но у меня где-то шесть месяцев приблизительно новые батарейки хватают принципе неплохо чувствительность тысячу точек на дюйм то есть его фактически решение то есть чувствительность движения по экрану как видите я вот честно не пока ее показываю технология датчика 2d механический тысячу точек что интересного по дизайну принципе обычная простая колесико и две кнопочки то есть количество кнопок 3 для стримеров я вам скажу так один из топовых вариантов потому что вы не будете заморачиваться над шумом то есть она не будет классить много она просто обычная бесшумная мышка принципе по минусам сразу же за нее расскажу вот это вот вставочка она отклеивается со временем но прошло сколько три где-то три года за года у нее отклеилась вот этого часть это внизу то есть вот я покажу вам вот видите немножко но и опять же это не мешает можно посадить на клей она скорее всего даже уже не то что она растянулась от количества клоцами по ней от роллингов вот второй вариант это топовая мышка в g903 беспроводная проводная с охрененной скоростью просто бомбической вот так вот она выглядит меняет цвета съемные кнопки быстрая прокрутка куча разных девайсов вот все в сборе то есть можно менять клавиши местами расставлять под левую правую руку без проблем куча функций куча всего дополнительный вес сейчас вам покажу просто настройки самой программы так чтобы просто приблизительно понимали и пойдем вот можно настроить принципе под любую игру профиль заходите в мышку вот еще куча разных девайсов нажимаете сюда и вот у вас даже под игры то есть вы можете свет настроить кучу всего честно говоря этим не пользуюсь я даже не заморачиваюсь бабка моя то есть по девайсу макрос и все что хочешь можно настроить батарейки хватает реально давайте забежим на сайт производителя вот 110 плюс груз получается 120 тонна потяжелее она массивная но зато когда играешь стрелялку это чувствуется в игре кабель 18 метров принципе тоже хватает под заряжается от него можно и с кабелем бегать тоже довольно таки удобно хороший переплет отклик 1 миллисекунда это самое основное для игр стрелялок стандартная подсветка 140 без подсветки 180 часов по сути хватает на неделю по поводу параметра вот самое основное чувствительность от 100 до 16 тысяч точек на дюйм то есть для того ну так чтобы вы понимали вот допустим я сейчас давайте зайдем медленно вот посмотрите у меня в настройках 100 сейчас 1600 это в полтора раза больше чем на той 3 200 я на такой вот играю скорости но тут уже у нас идет 6 400 максимум и даже не выставлял попробуем поставить даже даже нереально уже захватить надо уменьшить то есть вы можете себе выбирать регулировку поставить 12000 до не максималка еще и смотрите сейчас я поровняю вот на 12000 мы просто нереально налетает то есть для игр это реально очень удобно настройка под себя по поводу плюсов-минусов ну динусов пока честно говоря я не вижу единственный минус это вот это вот в оцене то есть это как механическая клавиатура 1 у меня для стримов бесшумка практически 2 механика которую все не любят потому что это слышно очень через микрофон но без этого никак не стараюсь играть на обычные клави на механику тоже скоро перейду надо настроить шумоподавление хорошее ну тогда проблема многие не слышат вот то есть таких два варианта поехали попробуем сейчас это все реализировать на игре я вам покажу один вариант 1 где там первый вариантик наш это обычная логи течь максимум 1000 до пиле то есть 1000 точек один скорость скорость вот это вот движение то есть разница разница очень колоссальная как для меня я просто играл на той потом перешел на другую я принял насколько же удобней насколько же лучше в игре конечно есть настройки улучшения передачи вот отлично улучшение передачи скорости мыши но чувствительности точнее но это все равно не спасает то есть это очень чувствуется вот именно даже в стрельбе ты пока провернешь по скорости это разница очень большая нашу нычку вы ожидаем первого кролика 1 пошел куда-то убежал блин может я сейчас и настреляю фрагов 30 но очень неудобно двигаться то есть как видите маловато маловато в игре это еще у нас противники особо сильные то есть по скорости движения поехали с пистолетом побегаем вот такой себе хотелось бы получше не успеваешь динамичных играх это реально очень заметно вот это разница геймерской мыши особенно стрелялки то есть многие я вот для себя например тоже бегал изначально с обычной мышкой не понимал эту разницу давай выбегай не хочет все поехали заканчивать этот бой даже здесь в наведении честно скажу не особо не особо нравится чё там последний киллаж я надеюсь не наш сожалению не наш странно что он через столбик не стреляла здесь кстати пули пробивает всю насквозь так окей первый вариант принципе вы увидели поехали на второй вариант это очень жестко 3 200 в три раза скажем так плюс-минус минимум вы предлагаете усилий у нас по киллом ну 30 киллов принципе нормально по удобству принципе это это мышка хороша единственная в этой которая g903 до игровая очень много и ячеек и очень много пространства которые залетает поле потом реально чистить ее очень сложно жрать над ними тоже не советую потому что потом проблемно чистить что ну что вторую там и там поры есть и они реально очень быстро забиваются просто печальная но я всегда себе говорю закомпорный надо жрать и и таки это не делаю и таки это не делаю увидите разница чувствительности уже образы заметно скорость переключения скажем так на другого противника это еще у меня клавиатура печальная ай-яй-яй кто-то тоже играет с эмулятором все побежали в одну сторону вот видите скорость наводочки то чё что не пробиваешь то ай-яй-яй не дают не дают сделать нормально мышку ну то есть тут есть возможность настроить чисто под себя так ставить или всех келяете просто голову сквозь стенку упрямую блин опять сбоку задел портит на всю игру со спицухой ладно я понял не получится у нас делать по красоте сделаем по обочке так нету можно вот кстати вот так вот пробивать здесь я не знаю над этим надо поработать сквозь стены просто стоите их и начать и всех подряд со снайпа затушили обычно накажется вот так вот там по-быстренькому так конечно делать не надо смотрите разница видите чувствительность это очень помогает в динамичных играх медали и далее надо бежать опять а у меня тут перенастроил набег то есть для качества игры конечно и для удобства это мышка намного круче но единственные минуса если вы стримы придется вашей аудитории медица со звуками но зато у вас есть возможность настройки клавиш под себя то есть программирование макросы то есть все что хочешь вот такой вот ребятушки обзорчик на 2 девальсика пишите коменты что вы хотите еще увидеть ставьте лайки буду вам немножко разбавлять контент от битвы замков как битва замков уже поднадоело всем все хотят треш очка сколько здесь но здесь здесь у нас меньше тела давайте еще наверное ну каточку сделаем 38 то есть разную разница очень чувствуется я и 40 46 47 делал в принципе от этого от девайсов очень многое зависит даже вот клавиатура я сейчас на бесшумке играю чтобы не клоцать возможно следующий обзорчик вам сделаю на клавы механика против такой тоже разница очень большая для удобства механика конечно для игры там просто отклик тоже одна миллисекунда то есть здесь обычная клава точно так же как идея эти две мышки они просто дают огромную разницу то есть какие в киллах в игре такие в реакции то есть от этого очень много зависит там говорят скил скил но помимо скилла есть еще девайсы если посадить на обычную мышку там про будет очень хреново играть в этом более чем уверен потому что разница очень большая поэтому определяйтесь то что вам надо в игре так или вы хотите удобно комфортно играть или вы хотите просто стримить или не стримить просто играть давайте кстати сейчас ножиком бегаем развлекаемся как вчера сделаем мясо тоже очень удобная тема единственная клавиатура не удобно бегать приседать ну попробуем единственное что здесь мешает это кулдаун но мышкой реально очень обалденно делать уже меня по-любому убьет но у трагед забрал как видите мышка тоже делает чудеса не дают не дают подбежать к себе за такая карта где особо не побегаешь ты везде как на ладони не уязи был в общем к . на ножах это тоже тема не дают подбежать вот тоже снайпа с кратностью прицела тоже кайфовая но стреляем через кирпичики но она здесь дальность не особо большая поэтому она здесь не особо тащит так сравняли счет можно побегать можно побегать и с мужиком не дают подбежать нету никого чем может первые опять побежали развлекаться ай-яй-яй-яй-яй-яй не дадут никак не дадут нам поразвлекаться они уже лежа бегают бум хит-шот а не выбирайте меня все равно догнали сделаем последний килл не сделали в общем вот так вот то есть такие вот девайсы для развлечения поджарил пишите комменты ставьте лайки и ждите новых видосиков всем удачи всем пока